Мастер спорта международного класса, рекордсмен России по плаванию, Ульяновец Сергей Прохоров осваивает новый для себя вид спорта – водное поло. Плавательная шапочка поплотнее, поскоростнее, конечно, но в ней ничего не слышно. Ватерпольная она немножко другая. Не совсем еще родная, но прикольная. Иногда срывают вместе с ушами. Всякое бывает в игре. Для Прохорова даже нашлась команда – ватерпольный клуб «Мастер». Он и его партнеры играют в белых шапочках. Коллектив сенсационно вышел в финал четырех городской ватерпольной лиги и сражается за медали. Пока, правда, за бронзовые. Когда мы защищаемся, если вот здесь, в этот момент, ты там стоишь, заранее готовься, плыть вперед, чтобы как только мяч отбили, то уже все, уже плывешь. А в соперниках у мастеров – синие. Понятное дело, по цвету шапочек. Они главные фавориты сезона. В составе синих – Вадим Тихановский, участник первенства России. Сам из Хабаровска. Ныне он учится в Институте гражданской авиации. В полуфинале его коллектив потерпел катастрофу, проиграв четвертой команде по итогам регулярного этапа. Поэтому теперь тоже борются только за бронзу. Просто проиграли, где-то расслабились. Сами тоже не собрались в прошлый раз. С первых секунд в атаку. Никакой разведки. Ведь только победитель матча получает медали. В начале нападение сильнее защиты. Голов много. Но горевать по поводу пропущенного мяча некогда. В отличие от профессионального водного пола, время поединка здесь грязное. Но, несмотря на плотную борьбу, ни одного бранного слова от участников. Мы пловцы же не привыкли, что нас держат за плавки. Очень это неприятно. Поэтому где-то там что-то скажешь сквозь зубы. А за это удаляют, если громко скажешь. Именно удаление стали «Х-фактором» в борьбе за бронзу. Численным преимуществом лучше воспользовались синие. В середине второго тайма они не только нагнали соперника в счете, но и за три минуты до конца вырвались вперед. 9-5. Так, не торопимся. Время тянем. Пас играет. Не бейтесь. Кривыми бросками не бейте. Играйте спокойнее. Все. Успокойтесь. Все. Тянем время. На контратаке играть. Установку своего наставника Михаила Каменского синие выполнили на 100%. Мастерам удалось забить только гол престижа. В итоге 9-6. Не в пользу команды амбициозного, не привыкшего проигрывать Сергея Прохорова. Раз вышел играть, значит хочу победить. Четвертое место я считаю, что мы немножко не дотянули, не доиграли. Не хотелось занимать четвертое место, но победил сильнейший. Ничего не скажешь. На этом ватерпольном сезоне Ульяновска поставлена запятая. Точка планируется в следующий четверг, 24 июня, когда в осенне «Спартак» в финальном матче будут разыграны золотые награды городской ватерпольной лиги. Михаил Рассашанский. Новости Улправда ТВ.